Александр Иванович Куприн. Лоли. Мистер Чарли. Обратился я однажды к старому наезднику, с которым мы пили каждый вечер за одним и тем же столом пива. Вот вы мне рассказали уже много интересных случаев из вашей цирковой жизни. Знаете ли, что мне кажется замечательным в ваших рассказах? Это то, что никакой роли в них не играет судьба. Сколько раз вы сами были на волосок от смерти, а если спросить, что вас спасло, вы всегда ответите, или случайно повисли ногой в петле, или упали на сложенный ковер, или взбесившаяся лошадь остановилась, испуганная внезапно раскрытым зонтиком. Но неужели из-за всего вашего громадного запаса воспоминаний у вас не найдется ни одного случая, в котором сама судьба или, если хотите, проведение вмешалось бы в человеческую жизнь? Я говорю, собственно, про жизнь циркового артиста. Случалось ли вам видеть или хоть слышать о таком случае, где какая-то непостижимая сила заставляет уверовать в себя то в таинственном сплетении целой цепи событий, то в неясном предчувствии, то в пророческом сне? Или, наконец, в загадочной симпатии душ. Вы меня понимаете, мистер Чарли? Мистер Чарль был самым старым шталмейстером, гостившего у нас цирка. Он занимался репетированием с молодыми артистами, учил работе детей и помогал директору в дрессировке лошадей. И изредка, когда нечем было заполнить программы, его выпускали в последнем номере на вольтажировку. И бедный, ожиревший старик в своем розовом трико с нафабренными усами, с жалкими остатками волос на голове, с завитыми и расчесанными прямым рядом, всегда кончал тем, что, несоразмерив прыжка с тактом галлопирующей лошади, падал спиной на песок арены, вызывая безжалостный смех Райка. А между тем, лет двадцать тому назад, у старика до сих пор целы все газетные отзывы, не было во всей Европе такого бесстрашного, грациозного и изобретательного жакея и прыгуна, как мистер Чарли. Его номера до сих пор служат венцом гимнастического совершенства для лучших наездников. То было далекое, славное время, и об этом времени мистер Чарли любил поговорить, когда мы с ним проводили зимние вечера в пивной. Напротив цирка, попивая пиво и куря, я папиросы, австрийские сигары длинные, черные и необыкновенно вонючие. «Я вас очень хорошо понимаю», ответил на мой вопрос мистер Чарли. «Только, видите ли, мне трудно вам объяснить. Мы там у себя в цирке мало верим в рок. Нам ведь каждый вечер приходится так крепко рассчитывать на свои нервы, свою ловко и свою силу, что по неволе только в себя веришь и на себя одного надеешься. Поэтому-то должно быть у нас нет таких случаев, которые вас интересуют. Впрочем, помню я одно происшествие. Только в нем принимали одинаковое участие и судьба, и дрессированный слон по имени Лоли. Что это было за славное животное? Да если хотите, я вам расскажу все по порядку». Я изъявил полнейшую готовность слушать и приказал принести две больших кружки пива. Это случилось в 1861 году. Начал мистер Чарли своим характерным, ломаным языком международного наездника и сальто-морталиста. В том году, когда я вместе с цирком знаменитого когда-то Паули странствовал по венгерским городам, больше похожим на деревни, раскинувшиеся на десятки верст. Труппа у нас была разноплеменная, но прекрасно подобранная. Все артисты высшие пробы, смелые, ловкие, настоящие художники. Публика нас принимала радушно, и представления всегда давали полные сборы. Верлау к нам присоединился со своими пятью дрессированными слонами один очень загадочный господин. На афишах он назывался Энрико, но это имя было очевидно вымышленное. Настоящего же его имени и происхождения никто не знал. Судя по наружности, в его жилах текла немалая примесь арабской или негритянской крови. Это был очень высокий и необыкновенно сильный мужчина, молчаливый, всегда сумрачный, жестокий с людьми и животными, не терявший ни при каких опасностях, своей суровой медлительности и самоуверенности. Его темное красивое лицо с немигающими громадными черными глазами было зло и властно. Мне всегда безотчетно казалось, что на душе этого человека лежит что-то страшное, чего он никому не поведает, может быть кровавое преступление. Никого в трупе он не удостаивал своим разговором. Впрочем, все как-то чутьем избегали близости с ним. Даже его умные слоны, по-видимому, ненавидели его со всю силою, на которую только способны ненавидеть эти великодушные, терпеливые, хотя и мстительные животные. Во время репетиции Энрико обращался с ними так резко и смело, что мы иногда не были уверены, что он выйдет живым с арены. Он бил их без милосердия по голове и по хоботу за каждую малейшую ошибку. Странно было видеть ужас этих великанов перед истязавшим их пигмеем. Однако хозяин очень дорожил Энрико, потому что его слоны привлекали постоянно множество зрителей. Особенно нравилось публике Пантомима под заглавием «Жемчужина Индии». Я не помню теперь точно ее содержание, но суть заключалась в том, что сын знатного Раджи влюбляется в пленную принцессу чужого племени, обреченную на смертную казнь. Последняя сцена Пантомимы изображала городскую площадь, полную народа. Воины влекут индианку со связанными руками, вслед за ними выступает Энрико в роли палача, самым большим из своих слонов Лоли. Индианку кладут на землю. Слон по приказанию палача уже заносит над грудью девушки свою страшную ногу, чтобы раздавить ее, но влюбленный в пленницу сын Раджи неожиданно появляется на сцене и останавливает казнь. Конечно, сейчас выступает кордобалет, и среди общих танцев и веселья происходит помолвка принца и принцессы. Индианку в этой Пантомиме всегда изображала мадемуазель Лоренцита, звезда нашей труппы. Старые артисты до сих пор вспоминают ее имя с благоговением. Это была гениальная наездница и удивительной красоты женщина. Русская полька по матери, итальянка по отцу, она совмещала в себе все прелести обеих наций. Бесстрашию ее не было пределов, и жизнью она дорожила не больше, чем вчерашним днем. Когда она на своем громадно вороном жеребце в вулкане бешеным животным, не знавшим никого, кроме хозяйки, вылетала сумасшедшим карьером на арену, публика замирала от страха и восторга. Она не боялась никаких каскадов, и малейшая фальшь еще больше возбуждала ее смелость, точно опьяняла ее. Теперь ж не артистки и падать-то не умеют. Упадет на плохом гротеске и сейчас же непременно головой в барьер. Нет, теперь и вовсе нет порядочных наездниц. Да на что же лучше? Я вам расскажу про Лоренциту такой случай. Когда она служила в Будапештском цирке, то однажды в последнем номере, по недосмотру укротителя, вырвался из клетки дрессированный тигр. Публика овладел ужас. Крик, давка, вопли женщин. Даже многие артисты обезумели от страха и бросились к выходу. В эту секунду Лоренцита, которая давно уже окончила свой номер, из портера глядела на конец представления. Быстро соскакивает на манеж и ошеломляет зверя ударами своего хлыста, частыми и сильными, как молния. Зверь оцепенел от боли и изумления. В то же время, пришедший в себя, укротительно кидывает ему на шею петлю и при помощи подбежавших артистов тащит обратно в клетку. И все это было так мгновенно и так великолепно, что очевидец, рассказывавший мне этот случай, славный и очень смелый артист не успел еще оправиться от испуга, как тигр уже сидел в клетке, стараясь разгрызть прутья зубами. Так вот, что было за женщина Лоренцита. Впрочем, вы, вероятно, о ней что-нибудь слыхали. Ее жизнь так изобиловала всякого рода приключениями, что нередко служила сюжетом для многочисленных романов, изображающих и, надо сказать, очень неверно наш быт. Самой громкой эпохой в ее жизни было ее замужество с австрийским банкером-графом Зе, когда она прожила в год около двух миллионов гульденов. Однако, несмотря на такое баснословное богатство, она бросила однажды своего мужа, влюбившись в странствующего шута. Хозяина собачьего театра, пьяницу и жестокого человека, который, как говорят, постоянно изменял ей и даже бил ее ремнем, возвращаясь домой пьяным. Она умерла на двадцать восьмом году от скоротечной чахотки в одной из петербургских больниц. Нечего уже и говорить о том, что Лоренциту постоянно окружала густая толпа поклонников. Все-таки она свою первую любовь подарила не богатому старику, не титулованному военному красавцу, а своему же брату-артисту. Вы, может быть, и не поверите мне, что когда-то у меня не было соперников в моей профессии, но это так. Я был одинаков и на турнике, и в воздушной работе, и в сальто-морталях. Но моим лучшим номером все-таки были прыжки с арены на лошадь, и в них мне до сих пор нет равного. Старый кук еще, пожалуй, да и тот. Впрочем, вместо того, чтобы хвастаться, я вам покажу, что обо мне говорили газеты. Старик полез в боковой карман за бумажником, наполненным газетными вырезками, которые я читал, по крайней мере, раз пятьдесят. Но я поспешил его успокоить уверением, что его слава надолго пережила его артистическую карьеру. К тому же, продолжал мистер Чарли, польщенный моим комплиментом. Я был в то время и собой не дурен. Хорошо сложен, смел и силен. У меня до сих пор хранится порядочная пачка разных записочек от обожательниц циркового искусства, которые были и кольца, и жетоны в одни бенефисов, но бризенс нот. Одним словом, нет ничего удивительного, что Лоренцита обратила на меня внимание. Началось у нас, конечно, с того, что я поддерживал ее маленькую ножку в то время, когда она садилась на седло, держал для нее баллоны и ленты, передавал ей букеты и подарки. Потом, как-то раз перед ее выходом, когда она, окутаясь в длинный белый бурнус, выглядывала из-за портьеры на манеж, мы с ней объяснились. Оказалось, что она давно уже меня полюбила. Это было самое лучшее время в моей жизни. Она была для меня самой нежной и внимательной женой, самым верным другом, какого только можно себе вообразить. Мне казалось, что моему блаженству не будет конца. И все нам в это время улыбалось. Публика нас любила, директор дорожил нами и платил нам большое жалование. Мы с Лоренцитой решили жить как можно бережливее, чтобы скопить немного денег и снять свой собственный цирк. Сначала, конечно, самый маленький, переносный, под полотняной крышей шапито, как у нас называется. Однажды, когда после вечернего представления мы шли с Лоренцитой домой, мне показалось, что она сильно не в духе, будто чем-то взволнована или рассержена. Я спросил о причине, и она со свойственной ей пылкостью туча же рассказала мне, что во время моего номера, когда она глядела на меня из боковой ложи, к ней сзади подкрался этот проклятый Энрика и обнял ее. Я и раньше замечала на себе его пристальные взгляды, прибавила Лоренцита, но не приписывала им никакого значения. Оказывается, что это животное питает ко мне нежные чувства. Я был взбешен этим рассказом и хотел сейчас же пойти на квартиру Энрика и сломать об его голову мою палку. Но Лоренцита повисла у меня на шее и умоляла не делать скандала, который только даст повод каким-нибудь грязным слухам. Я принужден был согласиться с нею, но решил следить зорко с этого времени за Энрика. Однако прошло около двух недель, и я не замечал ничего особенного. Лоренцита и я стали уже забывать о дерзости Энрика, как внезапно произошло безобразное и страшное событие. Лоренцита, надо вам сказать, чрезвычайно привязалась к Лоле, одному из слонов этого негодяя. Каждый день утром во время репетиции, в те часы, когда Энрика еще не приходил в цирк, она бежала к своему любимцу. Он помещался отдельно от прочих слонов, с целым запасом булок, варенья и сахару. Она опустошала для него чуть ли не весь буфет. Конфеты, которые ей подносились бесчисленными поклонниками, а она терпеть не могла сладкого, шли постоянно на угощение Лоле. Целый час иногда проводила она около своего любимца, лаская его и называя тысячами нежных имен. Крошечка моя Лоле, котеночек мой, птичка маленькая. И надо было видеть, как эта крошечка двухсаженной длины в полторы сотни пудов весом обожал мою ларинциту. Как только издали раздавались ее легкие шаги, слон испускал радостные крики, похожие на звук трубы. Он тихонько терся хоботом о руки ларинциты и осторожно дул ей в лицо. В этом выражалась его нежнейшая любовь к моей жене. Однажды, зайдя по обыкновению к слону, ларинцита, к своему удивлению, застала там Энрика, который был занят с Лолей странной дрессировкой. По свистку хозяина слон неуклюже подымался на задние ноги и стоял таким образом до тех пор, пока Энрика не ударял его слегка хлыстом по брюху. Тогда гигант быстро всей тяжестью своего массивного тела валился на передние ноги. Эта штука повторилась еще раза два или три. Ларинцита хотела уже незаметно выйти из загородки, как вдруг Энрика неожиданно повернулся в ее сторону и, заметив его, быстро подошел к ней. «А, наконец-то ты пришла!» – воскликнул он, протягивая к ней руки. И, видя, что она хочет бежать от него, он схватил ее крепко руками и поцеловал. Ларинцита с трудом вырвалась от него, выхватила из его рук хлыст и, несколько раз со страшной силой ударив его по лицу, кинулась из двери в коридор. Разъяренный Энрика бросился за ней и, догнав ее у входа на арену, еще раз схватил ее. Ларинцита закричал от боли и негодования. Как только я услышал крик Ларинциты, я в это время делал на седле сальто-мортале. Я мигом спрыгнул на землю и очутился за кулисами. Увидев жену в объятиях Энрика, я бросился на него, схватил его за шею, и мы оба упали и покатились по полу. Он был вчетверо сильнее меня, но бешенство придало мне страшную силу. Я не помню, что я с ним делал, но когда меня почти в беспамятстве от него отащили, мобы были в крови. Впрочем, вечером мы все трое должны были все-таки участвовать в представлении, замазав камельдоком и краской ушибы на лице. Таковы наши цирковые нравы. Сначала все шло благополучно. Мы с Энрико встречались несколько раз в коридорах и расходились, не глядя друг на друга, судорожно стеснутыми кулаками и челюстями. Но мне казалось, что на его лице играет зловещая усмешка. Наконец началась и жемчужина Индии. Я представлял сына Раджи Ларинцита пленную индианку, Энрико по обыкновению палача. Наступила последняя сцена. Я стоял за входной портьерой и видел все самым отчетливым образом. В войны ввели Ларинциту завязанными назад руками. Когда ее клали на разосланный по земле красный ковер, она заметила из-за портьера мое лицо и улыбнулась мне. Под звуки заунывного марша вышел на арену Энрико палач, ведя за собой громадного, неуклюжего Лолли. Слон остановился в шаге около моей жены. И сейчас же узнал ее, протянул к ней свой длинный хобот и ласково дунул ей в лицо. Музыка по знаку директора перестала играть. В ту же минуту Энрико свистнул и, словом присев на задние лапы, поднял верхнюю часть туловища над лежащей Ларинцитой. Энрико слегка нагнулся к Ларинците и что-то, по-видимому, спросил ее. Она отрицательно покачала головой. В цирке наступило необычайное молчание. Такое молчание, что мне явственно был слышен легкий удар хлыста Энрико по животу слона. Слон внезапно дрогнул всем телом. Казалось, он вот-вот обрушится вниз на распростертое тело Ларинциты. Энрико повторил свой удар на этот раз сильнее прежнего. Я сразу понял ужасный замысел Энрико. Он хотел раздавить жену под передними ногами громадного животного. Но прежде чем я решился броситься ей на помощь, произошло нечто невероятное. Слон вдруг отказался слушаться своего хозяина. Он осторожно опустился на все четыре ноги, не задев Ларинциты. Она же спокойно лежала между его ногами. Обозленный Энрико стал изо всей силы бить слона по хоботу и свистать, стараясь вторично поднять его на задние ноги. Слон не повиновался. «Довольно! Довольно!» – кричала взволнованная публика. Тогда Энрико употребил самое решительное средство. Он уколол хобот Лоли длинной булавкой. Но в эту секунду, обвитый страшным хоботом, поднятый на воздух и силой брошенный вниз, он уже лежал безчувств на песке арены. Впрочем, он на другой день пришел в себя. «Ну а Ларинцита?» – спросил я мистера Чарли, когда он угрюмо замолчал вслед за последними словами. Он долго молчал, потом принялся насвистывать какой-то веселый марш и, наконец, ответил мрачным тоном. «Все женщины одинаковы, сэр, потому что все они непроницаемы. Что же касается моей, она через месяц убежала от меня с этим мерзавцем Энрико». енрико. Продолжение следует...